Мы продолжаем наш вечерний эфир, друзья. И в гостях у нас сегодня директор Центра поиска пропавших людей Владислав Величко. Я вас приветствую. Добрый вечер. Вы уже не первый раз в нашем эфире, но тем не менее предлагаю зрителям телеканала Афонтова напомнить, что за некоммерческая организация и чем она занимается конкретно. Центр поиска пропавших людей в 2018 году первый раз появился в Москве. Это организация, созданная для того, чтобы помогать и обучать волонтеров-поисковиков и помогать добровольческим поисковым отрядам. То есть у нас сейчас в стране больше 20 добровольческих поисковых отрядов, которые занимаются поиском пропавших людей в городской среде, в природной среде. И вот ЦППЛ был создан как такой ресурсный центр, который аккумулирует в себе знания и передает их другим поисковым отрядам, да, аккумулирует в себе оборудование и передает их поисковым отрядам, да. То есть это такой мостик между поисковым добровольцем, который, как правило, не имеет юридических лиц, да, это просто общественное объединение. Ну, просто люди обычные. Просто люди обычные, да. То есть это мостик между людьми и бизнесом, и правительством, да. То есть это вот такая организация. И в 2018 году было поручение президента о том, чтобы создать... Даже на таком уровне? Да, это было на уровне поручения президента создать центры поиска пропавших людей при участии ЦППЛ Москвы, создать ресурсные центры в регионах. Вот. То есть не во всех, но Красноярска как раз... Да, ну, где есть такая возможность, да. У нас сейчас 20 центров, чуть больше, да, по стране, вот. И мы в прошлом году стали одним из них. Ну, это на самом деле такая вот, как мне кажется, полезная организация, но вообще всегда возникает вопрос, когда появляются в новостях вот эти вот сводки, пропал человек, я вообще не понимал, куда они все время пропадают. Вот это вот... Ну, то есть, не знаю, вы там внутри своей организации отвечаете на эти вопросы, я не могу понять, и всегда общаясь там с коллегами, вот не понимая все. Люди пропадают всегда, везде, по-разному, да. То есть пожилые люди – это в основном старческие заболевания, да, это какие-то психоэмоциональные проблемы, это там болезнь Альцгеймера, деменция и так далее. С этой категорией понятно вообще. Да, дети – это стандартная проблема. Поехал не на том автобусе, вышел в незнакомом районе, да, это... Отвлекся где-нибудь. Отвлекся в торговом центре, заговорил там с кем-то, пошел, загулялся, ушел в другой район. Вот. Взрослые люди теряются реже, но тоже теряются. Вот. В природной среде взрослых людей тоже достаточно много теряется, потому что в природной среде у нас нет ориентиров. Вот, кстати, в лесу, это часто история там про грибников и прочих людей, которые идут собирать что-то, да. Всегда тоже удивляемся, почему вот, зачем идти в этот лес, ну ты же понимаешь. Да, это самый главный вопрос. Зачем туда, в эту чащу прям. У поисковиков есть прекрасная фраза, что лучшие грибы растут в магазине. Вот. На рынке. Самые быстрые, самые доступные и самые безопасные. Возле дороги. Да. Прекрасно. Вообще, замечательно, грибы собираются. Ну, а мы возвращаемся все-таки к работе вашего центра. И вот интересно, а как устроена весь процесс, как устроена деятельность? Вот эти люди, о которых вы говорите, их обучают. Как это происходит? Ну, то есть, это же такая сфера достаточно узкая. Это очень узкая сфера. Да, вы правы. Это очень узкая сфера и очень малочисленная. Очень мало людей занимается добровольчеством в целом, а поисковым добровольчеством еще меньше. Вот. Как устроена наша работа, да. То есть, есть там условный поисковый отряд, он приходит к нам с запросом. Нам надо оборудование для того, чтобы проводить поисково-спасательные работы. Вот. Мы предоставляем оборудование. Мы там за год работы накопили определенный пул, да, оборудование для проведения таких довольно полномасштабных и крупных поисково-спасательных работ, да. То есть, там мы автомобиль предоставляем, там генераторы, навигаторы, фонари и так далее, 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 далее. То есть, это какое-то походное снаряжение, которое может пригодиться там. Да, да, которое нужно, там, печать ориентировок и вот это все. Или приходит поисковая группа к нам и говорит, нам надо обучение, да, научите нас, пожалуйста, координировать поиски. Или научите нас, пожалуйста, портографии. Отличать север от юга, там, я не знаю, элементарно. Да, да, какие-то такие моменты. Это то, что касается поисковых отрядов. Также к нам обращается бизнес, да, с какой целью? Многий крупный бизнес начал задумываться о том, что он, да, о безопасности сотрудников и о безопасности своих клиентов. Вот, допустим, я вот там в Норильск летал, да, там одна из компаний попросила научить, ну, навигации, компасом, да, на местности их сотрудников. Потому что, ну, вот у них там проблемы были с этим. Или какая-нибудь компания приходит с запросом, что, а давайте мы научим наших сотрудников выявлять и помогать потерявшимся детям или бабушкам и дедушкам. У нас сейчас есть огромный федеральный проект, который работает совместно с крупнейшей торговой сетью в стране, да, и с крупнейшим банком, а еще со всеми почтовыми отделениями. Этот проект называется «Островок безопасности». То есть это там, эти сотрудники этих организаций обучены выявлять и помогать потерявшимся людям. И этот проект работает шикарно, просто идеально, вот, прям… Но он востребован? Очень востребован, очень востребован, потому что так намного проще. У нас есть золотое правило, что лучше поиск тот, которого не было. Вот. И дальше, соответственно, у нас есть направление профилактики. Мы работаем с детьми в частных учреждениях, в муниципальных учреждениях, в образовательных, да, учреждениях именно. Вы им рассказываете, почему нельзя уходить из дома там или еще что-то? Да, почему нельзя уходить, ну, вот, один простой пример, да, мы все, родители, говорим детям, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Но если незнакомый человек скажет «Привет, меня зовут Вася», ну, как же он незнакомый, он же уже Вася, вот. И у ребенка ломается этот барьер. В конфетку, да, да, поэтому мы учим, что ни один взрослый никогда не попросит помощи у ребенка. Ну, это же такое очень энергоемкое, да, мероприятие, обучение там, это все вообще за деньги, это бесплатно? Нет, это полностью бесплатно, профилактика, да, то есть обучение волонтеров, предоставление оборудования. То есть это тоже входит в перечень ваших задач, условно наших услуг, да. Да, то есть мы существуем за счет поддержки бизнеса, да, за счет поддержки обычных людей, ну, точно так существуем, да, то есть централизованно ЦППЛ существует за счет фонда президентских грантов, да, и других грантовых программ региональных, вот. То есть это вот так происходит, да, то есть мы аккумулируем там финансы, грубо говоря, и превращаем их. Ну, то есть особо там вы не пытаетесь, например, составляющую никакую, не просит. Ну, а вы как директор получаете зарплату? Нет, я как директор не получаю вообще зарплату. То есть вы тоже получаете как волонтер? Да, я еще и свои трачу, да. У меня есть собственный бизнес, он мне приносит, он меня кормит, он кормит мою семью, он кормит меня. То есть это уже ваша инициатива, которая вы помогает? Да, да, то есть я очень давно в поисковом добровольчестве, да, там, я сам координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», вот, и, ну, так получилось, да, что вот я решил в свое время, что нам нужно в регионе такой ресурсный центр, да, потому что в Сибири нас всего сейчас два, в Кузбассе и в Красноярском крае. Ну, а вашему центру получается уже практически год? Вчера был год, да, официально по документам вчера был год. Ну, вот за это время какие можно подвести такие вот глобальные итоги, ну, если в двух словах, там, ну, что такого было сделано? Да, из глобальных проблем мы решили такие, то есть первое – это оснащение, да, материальное оснащение, то есть это все то же самое. То есть теперь уже у вас есть своя полноценная база? Очень, очень большая база, и она централизованная, да, то есть есть круглосуточные помещения, которые можно получить. У вас есть помещение, кстати, да? Да, 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 то есть есть офис, в нем круглосуточным доступом, да, то есть можно получить оборудование, напечатать ориентировки в любом количестве, это я сейчас говорю прямо вот в любом количестве, любому поисково-спасательному отряду, пожалуйста, вообще без проблем. Также оборудование, еще какие-то вещи, топливо и так далее. Что еще? Мы обучили больше 117 человек по различным направлениям. Это касается волонтеров конкретно. То есть это координация, мы проводили различные семинары на всесибирском масштабе. Мы собирали поисковиков со всей Сибири у себя и обучали их нескольким направлениям. Мы сейчас заключили соглашение с несколькими очень крупными партнерами в регионе. Буквально в апреле месяце у нас будет очень большой анонс, касаемый профилактики. И это очень здорово. Мы решаем, работаем на упреждение, обучаем. А самое-то главное, за этот год, я не знаю, физически можно посчитать, сколько людей вы реально нашли? Мы не занимаемся поиском людей, мы помогаем. То есть помогаете? Да. Мы приняли участие в 35 поисково-спасательных работах. Оборудованием, координацией, еще чем-то. И наша задача, чтобы именно поисковики могли найти быстро и качественно. Для этого мы их обучим, для этого мы дадим им все возможное. И они сделают свою работу грамотно. Слушайте, а это вот насколько большое уже, я так понимаю, что там очень много задействовано людей, да, насколько большое уже движение, вот, и люди, которых вы в том числе и обучаете, наверняка кто-то из них там, ну пусть 20 человек обучили, но кто-то один откликнулся и реально попал, да, вот, там, пошел помогать, его зацепило, да. Как это происходит? Вообще, то есть, ну, часто к нам приходит запрос там в группу ВК о том, что, а как вообще стать волонтером, да, да, то есть я спокойно там, или человек, кто может ответить на сообщение, отвечаем, что вот, вот, ребята, выбирайте, вот, там, на территории края есть три поисково-спасательных отряда, в любой заполняйте анкету, все, они вам первично дадут, расскажут и покажут все. Дело в том, что это же, ну, во-первых, там несколько должно быть параметров важных, это физически не всегда, да, подходит? Нет, 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 единственный критерий, который есть у всех, это 18 лет. А, то есть возраст, возраст, возраст. Вообще никаких больше ограничений нет, нет верхнего потолка, да, то есть я знаю лично волонтера в Норильске, ему там за 50 далеко, да, то есть есть волонтеры по стране, координаторы крутые, которые, ну, с инвалидностью, да, вообще никаких ограничений нет, потому что у всех есть разные задачи, у всех есть разные задачи, потому что для нас, для всех волонтер, спасатель, это тот человек, который вот в лесу чешет, там, болото, еще что-то, а человек, который звонит из дома, он почему-то не крутой, вот, на самом деле он так же крут, а не одинаково крутый. Я, как координатор, знаю, там, мою практику, что все цепочки человека можно, может найти, даже человек, который не участвует в поисковом добровольчестве, репостом в социальной сети. И это не единичный случай, да, это, ну, то есть очень, очень такая распространенная. Вот у меня есть знакомая даже девушка, которая вот прям вошла вот в эту волонтерскую жизнь и прям ходит реально, когда нужны какие-то моменты. Да, да, много, много, много людей и там мамы с колясками, которые клеят ориентировки, да, то есть и так далее, это прям... Помогает. Да, да, на самом деле это помогает. А как они вообще говорят, рассказывают, зачем, зачем это надо? Главный вопрос, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Ну да, мы все время там пытаемся на коммерческую какую-то вот основу перевести, денег платят, не платят, а так далее. Многие, первый вопрос, сколько вам платят, который нам задают обычно люди, да, или службы, а второй момент, зачем тебе это надо? Зачем? Ну, просто для себя я ответил, допустим, так, да, когда-то, там, много лет назад, когда пропал маленький ребенок, я не смог пройти мимо, то есть я понял, что, ну, нужна помощь, вот сейчас конкретно я могу конкретно помочь, да, то есть та история закончилась трагично. И для меня это тогда перевернуло вообще просто все. В жизни я понял, что так не должно быть, не должны в 2020 годах, в 21 веке не должны бесследно исчезать бабушки и дедушки, не должны бесследно исчезать дети, да, то есть у нас тысячи и тысячи заявок у поисковых отрядов на поиск людей. Прям, ну, то есть это десятки тысяч людей пропадают ежегодно. И это проблема очень большая, которую в том числе волонтеры помогают решать. То есть сколько людей надо, чтобы их искать? Естественно, в разы больше нужно. Да, по идее нужно в разы больше, да, но а так по факту, то есть это небольшое количество людей. А если есть какая-то статистика, наверняка вы все равно там ведете, сколько все-таки находят из количества пропадателей? Если в первые сутки подали заявление на 112 или обратились к поисковикам, в первые сутки вероятность 90%. Дальше, чем сложнее, дальше начинается падение прямо в прогрессии, да, то есть на вторые сутки это там 50 и меньше, на третье все, там практически меньше 20%. И находят много. Но бывают еще и уникальные случаи, когда там через неделю, там качество. Через много лет, через много лет даже бывает такое. Ну, это уже история программы известной, телевизионной, где действительно там. В том числе в ту же самую телевизионную программу отправляют периодические поисковики, когда это не их профит. Благодарю вас за очень полезную и нужную беседу. Мы благодарим Владислава Величко, директора Центра поиска пропавших людей, автономной некоммерческой организации. И чтобы помочь Центру поиска пропавших людей пройти обучение и стать волонтером спасательного отряда, ищите в ваш Центр ВКонтакте, обязательно найдите адрес Урванцева, 25. И сейчас мы на экран тоже вывели все контакты. Если вы вдруг заинтересовались и тоже готовы чем-то помочь, обязательно обратитесь, обязательно пройдите обучение. Ну, а вам желаю удачи в вашем нелегком виде. Мы увидимся после рекламы.